Зелёный гайд У лонслота высокая скорость бега, низкая скорость атаки и три навыка, действующие по группе противника. Из эмблем выбираем, что больше вкачано, или джунглей, или физического убийцы. Последние приоритетнее, поскольку больше влияют на навыки. Боевые заклинания. Выбираем между возмездием, вспышкой и спринтом. Возмездие ускорит фарм и послужит замедлением, если возьмём продвинутый айтем на фарм. Вспышка пригодится при хорошем микроконтроле и позволит мгновенно перемещаться и убивать противника. А спринт поможет с позиционкой. Теперь навыки. Я добавлю в гайд влияние предметов на урон. Модификатор. Порез души. Ланселот сбивает с одного противника броню и наносит этому противнику удар на 20% сильнее. Активируется ударом с руки. Что интересно, эти 20% вылетают отдельным уроном, но на него не распространяются пассивки вещей. С другой стороны, все навыки также выбивают на 20% больше урона. Обратная сторона медали. Противник может подбежать к доспеху и подобрав отменить воздействие пассивки. Первый навык. Прокол. Ланселот делает рывок вперед и наносит урон. Если на цели не было метки, такой круг под ногами. КД обнуляется, а метка ставится. Таким образом, мы можем перемещаться по новым целям, раз за разом убирая КД. Один укол в противника, второй в мобов, третий в другого противника. Таким образом, если среди пораженных целей была хоть одна цель без метки, КД обнуляется, и мы можем применить повторно навык. Метка же держится 6 секунд. Средний модификатор атаки. Второй навык. Роза с шипами. Ланселот исчезает из поля зрения и наносит три удара с разных сторон в форме треугольника. Каждый удар наносит урон и снижает скорость перемещения противника. Есть три края с попаданием одним ударом. Три стороны с попаданием двумя ударами. И единственный центр, куда наносятся все три удара. Урон приходится по всем целям в треугольнике. С помощью этого навыка мы наносим урон и основной фарм. Хоть в описании и говорится о 70% замедления, но тест показал, Один удар снижают на 30%, второй на 60%, а третий на 88%. Замедление длится одну секунду. Так, персонаж если бежал со скоростью 260, бежит со скоростью 30. Что позволяет прицелиться ультой получше. Во время применения второго навыка ланслот пропадает. Что позволяет уклоняться от навыков, магии и ударов. Низкий модификатор урона. Ульта призрачная казнь. После короткой подготовки ланслот делает далекий рывок по прямой. Нанося урон всем целям на пути. У навыка существенный урон и высокий модификатор физической атаки. Во время применения навыка ланслот неуязвим, как и во время второго навыка. Но секундная подготовка и является собой уязвимость. Жаль, что кд при выходе на основу добавили. Ведь такая ульта весьма гибкий инструмент. Как в случае и с первым навыком мы можем пересекать препятствия. Тактика боя. Идеальная комбинация, если мы сначала наносим урон с руки, а после этого вливаем все навыки в цель. Но с опытными противниками это сделать сложно. Имейте в виду, что атаки с руки нам нужны в основном для активации пассивки. Его второй навык и ульта выйдет все. С их помощью уменьшаем урон от ульты Хаябусы, уворачиваемся от атак Фани, уклоняемся от ульты Циклопа. Если не удалось уклониться от ульты Харли и он подскакивает к вам, прыгайте в его сторону первым навыком или ультой. Либо дожидаетесь примерного времени схлапывания ульты и применяйте второй навык. Итого у нас три варианта нивелирования ульты этого мага. Все остальные эксперименты предоставляю вам. Двигаемся к сборкам. Нам требуется упор на навыки, скорость и силу навыков. А значит, топор кровожадности дает отхил с навыков и 10% кд с 70% физической атаки. Магические сапоги или сапоги-скороходы. Магические сапоги в большинстве случаев, поскольку 10% кд с сапог уже хорошо. Скороходы, если чувствуете, что не хватает времени занять позицию. Клинок семи морей. Увеличивает здоровье на 300 и 20% к скорости атаки, делая ее удобоваримой. И 65% физической атаки. Кроме того, увеличит скорость бега после урона основной атакой, да еще сшибает защиту с цели немного. Магический клинок повышает вашу живучесть, когда здоровье падает до критической отметки и дает сопротивление к магии. Плюс 60% физической атаки. Удар охотника. С ним у вас будет 30% перезарядки навыков. Кроме того, даст 100% физической атаки. Если мы попали всеми ударами второго навыка и двумя рывками, мы легко догоняем противника пешком. Это как приятный бонус. Клинок отчаяния. Незначительный прирост в скорости атаки, но зато 170% физической атаки и пассивка, увеличивающая урон. Теперь предметы, которые могут вам пригодиться. Заменяйте на свой вкус. Господство льда. Да, уменьшит наш урон, но это уйма маны, броня, снижение шанса крита, плюс 15% скорости перезарядки навыков, плюс снижение скорости атаки и бега ближайшим автоатакерам противника. Злобный рык. Нужен, если против нас хотя бы двое собирающихся в защиту. Или мы собрались сносить башни быстрее. Хотя это так себе задачка для ланселота. 60% физической атаки. Бессмертие. О нем я рассказывал в отдельном видео. Просто подстраховка. Да, можно конечно собрать ланселота в автоатакера, но это такое же извращение, как с надой. Ланселот. Это убийца, который наносит серьезный урон в группе противника. Сделать в нем квадро или пентакилл в массовом замесе довольно просто. Надеюсь, гайд вам поможет в освоении, но помните, что ланселота могут еще изменить. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать стримы и пишите комменты. На этом все. Удачных боев, приятных побед! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok